Уважаемая госпожа Ойланд, в прошлую субботу партия Народного Единства поддержала вашу кандидатуру на европейские выборы. Скажите, пожалуйста, чем было обусловлено ваше решение продолжить ваше участие в европейской политике? Этот вопрос обжустали толком и, наконец, даже голосовали в этой соседании партии. Дело в том, что все знают в Эстонии, что сейчас мы занимаемся в состоянии новой партии. И всем известно, что я один из главных политических лидеров в нынешнее время. Но то, что сейчас происходит в мире, в наших краях, примерно в Украине и не только что в Украине, даже у нас, в нашей стране, в Эстонии, связи с Крымом, связи с изменением в политике безопасности в Эстонии, в Европе. Мы все-таки очень глубоко обжустали этот вопрос. И это окончательное решение было такое, что в нынешнее время Эстония нуждается тех людей в Европарламенте, которые имеют опыт, которые имеют свои контакты международные в Европе, на мировом уровне, в Америке, которые связаны с вопросами безопасности. И, конечно, обжусталось и то, что мой личный опыт 22 года в политике, внешней политике Эстонии, это такая ценность, которой сейчас нужно пользоваться обязательно в Европарламенте. И для меня это лично не было такое легкое решение, потому что все-таки приоритет в Эстонии, приоритет в составе новой партии. Но в то же время сейчас тоже можно сказать, что я была членом Европейского парламента, как-то мы начали создание с этой партии. И так получилось, что можно разделить эту работу между Европарламентом и Эстонией. И я надеюсь, что все наши члены нового Европарламента, которые будут выбраны из Эстонии, они эксперты, они имеют опыт, они имеют связи здесь, в Европе, потому что в течение 2-2 месяца очень многое изменилось в Европе. И я лично могу сказать, что я не думала про выборы в Европейский парламент 3 месяца назад. Но сейчас я думаю, что эти контакты, эти связи, эти знания, эти опыты, которые сейчас я и другие, некоторые наши кандидаты из Эстонии имеют на мировом уровне, на международном уровне, они очень важны и очень нужны для Эстонии. То есть приоритетом вашей последующей работы в Европейском парламенте станет помощь Эстонии, особенно в области безопасности. И какие еще приоритеты вы ставите перед собой? Совпадают ли они с приоритетами партии народного единства, которые были представлены тоже несколько дней назад? Ну, один, конечно, самый главный фактор – это защищение Эстонии, защищение свободы, защищение суверенитета Эстонии в будущее, чтобы у нас не получилось так, как сейчас мы видим в Украине. Я очень хочу даже сказать об этом, что если я общаюсь с моими русскими друзьями, русскоязычными друзьями в Эстонии, нам это все волнует, что происходит в Украине. И в этом смысле, конечно, с одной стороны сердце как будто отдыхает, что все-таки наши люди в Эстонии, они не хотят повторить то, что получилось там в Крыме. Но в другое, если смотреть на, что происходит параллельно в Эстонии, тут в ближайшее время тут будут и у нас некоторые пикеты, демонстрации, как будто против самостоятельности Эстонии, против Евросоюза, может, члены Евросоюза. Это все волнует, и особенно нуждается соединение народа, наших людей в Эстонии, несмотря на то, что мы эстонцы, мы русские, мы украинцы, мы белорусы, мы грузины, кто живут в Эстонии. Мы должны соединиться, чтобы все-таки защищать наши ценности, чтобы защищать нашу самостоятельность и наши ценности в Евросоюзе и в НАТО в том числе. Скажите, пожалуйста, насчет партии, партии народного единства. Какие планы на ближайшее будущее, когда должна произойти регистрация и как обстоят дела в этом смысле? С партией наше народное единство все ходит сейчас по планам. И мы уже в прошлой неделе рассмотрели еще раз программу, политическую программу партии. Мы утверждали самые главные, основные цели партии. И сейчас уже мы будем активно расширять партию. У нас в прошлой конце недели, в субботу, у нас было 101 человек, целенов партии. И сейчас мы уже открывали новую кампанию, что если каждый человек, который является целеном партии, там 101 человек, если каждый приглашает еще друзей, поддержателям к этой идее, тогда у нас уже скоро будет и 200, или 300, или 400. И, конечно, в мае месяце, в начале мая мы имеем цель, иметь 500 целенов. И у нас нет цели стать таким партием, как, скажем, реформисты или центристы, там более 10 тысяч людей. Нет, это нам не нужно. Мы так и создаем эту партию, чтобы у партии были очень ясные ценности, очень ясные цели. И то, что у нас будет или 500 человек, или 1000 человек, это не самое главное. Самое главное, что мы делаем правильные вещи, что мы защищаем правильные ценности. И наша цель, конечно, иметь такой очень квалитетный, на высоком уровне ценность партии. И когда это будет сделано, примерно 500 человек, тогда немедленно у нас будет конгресс партии в мае месяце, и тогда уже все будет подготовиться к следующим выборам Рики-Коку. И это будет все подготовлено для выборов следующего года в марте месяце в Эстонии, когда у нас будет парламентарский выбор.